а самое что интересное наше приключение заканчивается вот так потому что никогда не слушать ребята всем привет вы на канале семена чемоданах и сегодня мы приехали вместе с вами погулять в хосту да мы в хосте но мы не будем гулять по самому этому поселочку хвост и мы отправимся с вами вверх в горы на озеро и чуть позже вы увидите но перед тем как вы все это увидите я хочу вам показать немножко туда дороги это не совсем туристическое место туда люди не бегут смотреть это озеро под ну типа номер один что что нужно посмотреть поэтому мы там тоже никогда не были возможно большинство из вас тоже там никогда не были я вас приглашаю садитесь поудобнее заваривать себе чайковского и давайте отправляться погнали выдвинулись дорога пошла сразу вверх это сразу ощутимо для тех кто хочет посмотреть на хосту обязательно поддерживать выпуск лайками комментарием и мы конечно с вами возьмем и отправимся и просто погуляем по самому поселочку хоста походим здесь по улицам ребята вот прям началась уже горная дорога прям вверх-вверх интересно хоста находится прямо в таком ущелье течет река хвоста и вот дорога пошла ну вот прям высоко через 200 метров верните налево а затем еще нужно как-то попробовать разъехаться мне так жутко здесь ездить я не промыто меня аж это сердце в пятки и погнался погнал такой спуск а местная не вот по левую руку у нас сейчас как раз там проходит тисосамшитовая роща в которую мы тоже обязательно пойдем погуляем но чуть попозже когда будет чуточку потеплее чтобы погулять сделать большой кук и насладиться этой природой а вот ребята смотрите развязочка есть указатель красная воля белые скалы и калиновое озеро хост и чай вот как раз мы сюда едем и двигаемся конечно природа тут вот уже можете заметить на вообще великолепно вот эти самшиты гляньте как это все смотрится насколько это круто летом конечно это все еще распускается это все гораздо красочней ну вот даже сейчас это очень клево ребята в общем снять дорогу не получилось я вам покажу полностью в следующем выпуске поэтому обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы вам приходило уведомление потому что многих они подписаны но уведомления не приходят каких-то наших эфирах о новых выпусках потому что не нажимаете колокольчик поэтому подписка и колокольчик я покажу вам сейчас отрывок дороги вот вы можете посмотреть это прям уже подъезд к самому к самому этому озеру начинается и через буквально 500 метров до их да вот даже навигатор нам сказал на 200 метров и будет непосредственно озеро до самого а это вот тут такая ребята дорога в принципе пойдет нормально и вот мы ребята приехали ребятки ну что мы припарковались ну дорога по-настоящему сложная и мне не нравятся такие дороги я ее покажу в следующем выпуске но чтобы заинтриговать я скажу так что первое она опасная опасная почему потому что она находится вот ну на серпантине и она обваливается вы короче все это увидеть я покажу как ее уже ограждают ограждают везде уже висят знаки чтобы ну как бы там такая узкая полоса получается им нужно уступать да вот но сюда ходят рельсовые автобусы здесь получается по пути сюда три поселка но место здесь классное вот здесь тепло мы вот с побережья было тепло мне даже вообще кажется что здесь теплее слышно снега мне кажется здесь даже теплее здесь классно давайте смотреть итак здесь живут люди да вы можете видеть домики самое что нам интересно было посмотреть как растет чай первый раз живую мы это видим вот такие ряды ребята давайте попробую я подойти поближе не знаю насчет как здесь фото зона как сюда можно пройти или нельзя смотрится классная но здесь есть вот такая табличка что нахождение на территории а у хоста чай запрещено поэтому мы ну туда не пойдем мы если что-то мы местных сейчас спросим даже кто здесь заведует и потом уже конечно можно здесь находится озеро которое когда-то построили чтобы орошать вот эти как раз поля не туда вниз уходят до чайные вот эти плантации но потом его забросили и она просто стало озером сюда приезжает много людей как она достаточно туристов да кто в курсе за это место и здесь гуляют здесь потрясающий воздух мы сейчас с вами попробуем подойти к озеру цвет воды он такое напоминает и изумрудный в общем сейчас все увидите посмотрите да чуть-чуть морозит дождик насенька правильно сказала и здесь конечно вот были дожди может сами все увидеть здесь дорога такая размытая и пахнет навозом так вот есть петухи здесь ну своя территория да здесь видимо у людей дом вместо конечно классная но есть очень аккуратно идите все заминировано ребята здесь классно здесь так тихо где-то там шумит река вот сейчас давайте попробуйте прислушайтесь слышно не слышно вам знаю и вот непосредственно ребята сама озеро подойти сюда не получится потому что сильная грязь но цвет я надеюсь вам он передается до здесь вот висит такая табличка охота рыбалка запрещена но здесь насколько я читал здесь есть платная рыбалка то есть где-то на той стороне где вот все так оборудовано да там там можно заплатить видимо и порыбачить до кошечка увидел наших детей и вот вместе с ними так а мы с вами продолжаем идти на смотри говна вообще много здесь видимо козочки ходят ходят бродят бродят и заминировали всю дорогу так я хочу посмотреть что там но судя по звуку там как будто бы прям вообще водопад так очень интересно получится не получится нас там туда дальше пройти но мы с вами да конечно попробуем вот смотрите вот отсюда будет хорошо понятен цвет озера я вот получается у меня подойти да видите он зеленоватым таким оттенком как у типа оля рица ну а кто рыбачил здесь пишите пожалуйста в комментариях да надо было а вон смотрите вода хлещет вот наверное это какой-то шлюз или что-то подобное ну похож на водопад и я думаю что это не водопад а вот к нам приплыли утки видимо на голос нас услышали так и вот при приплыли к нам ребята уточки что-то дождик-то подкапывает судя по небу то конечно но не сильно будет так вот сюда подойдем блин грязно конечно бутылки плавают до забросили но зато нам подошли уточки ребятки у нас еды тут какие добрые здесь очень здесь пусто очень итак ребята мы с вами продвигаемся дальше сюда вглубь до идти здесь блин вот может есть раз пожалели что пацанам не взяли резиновые сапоги артём иди вот как бы строго за мной наверно хватит бегать и подскользнешься и будет папец так и мы можем увидеть указатель озеро ольховое давайте попробуем туда тоже дойти до озера ольхова и посмотрим что там за озеро ничего сагрев то дом автодом но ведь там даже стоит автодом видимо туда куда-то спускается тропинка так но наша задача до сегодня по наслаждаться озерами а утки с нами плывут смотри здесь видите зверята такие ручные утки за нами кошечка за нами прикольно интересно смотрите как прикольно чтобы так вот подходили в руки и не боялись это конечно вроде кроник не знаю вообще прикольно да может быть да посмотрите смотрите просто вообще им все равно что тут мы да по кайфу в общем очень хочу показать вам одно местечко здесь очень много мусора такую свалку здесь конечно сделали не неправильно ай не нужно так делать конечно а в чем показать вот как ушел дом видимо были оползни до осталось от дома только крыша здесь конечно такая блин помойкой можно назвать на видали как но прикольно растут пальмы конечно интересно так ладно мы сейчас с вами пойдем в обратную сторону в общем ребята мы не стали идти до озера вот которое было дано указатели ольховая да не знаю где-то я посмотрел на карте непонятно сколько идти у нас так расходится дождик мы уже все грязные да лучше сюда конечно приезжать когда погода постояла сухая вот поэтому мы просто здесь сейчас вот погуляем округу вам покажем да чтоб вы имели представление посмотрите сколько растет лавруши ну конечно лавруши ничего на пахнет вот кто-то покупает за 55 рублей маленькую пачку да а кого-то вот так вот прям на территории дома растет такая красота и самое главное да что это лавруха горная прям в горах сами выращиваешь еще и здесь же плантации чая просто подошел да вот здесь вот веточку оторвал пошел себе суп сварил перешел здесь веточку оторвал заварил себе щековский сучки нереально круто ну вот везде вот эти указатели ольховое озеро этому так запарковались но здесь вот какая-то база не знаю все такое что чай местный не хочешь почему это вы нас по номерам что ли определили дай так ну давайте что серьезно о круто да по одной мы просто после обеда по одной прям до отведаемся не дети не будут нет не давайте вот по одной нам просто всем еще мы за ними доедем не мы чай местный зеленый да зеленый тогда да очень круто нас сейчас пригласили покушать бурятские позы их и здесь хозяйка она увидела наши номера читинский говорит слушайте у меня может что-то и заходите на позы вот пойдем сейчас с вами вместе будем пробовать местный чай бурятские позы и общаться смотрите как здесь классно вот вот не зря не зря приехали дом вообще чистая из дерева можете видеть такая тропинка все из из дерева греть какая классная территория самовара будет чайок слушайте ну очень круто еще лежит снег да как здорово мы так попали да это было очень прикольно и хозяйка нам сказала что здесь в основном у нее приходят читинцы здесь и заказывают ужинают кушают вот с таким прекрасным видом посмотрите посмотрите ребята разве это не прекрасно сколько уточек радюшенька очень аккуратно пожалуйста да какая здесь природа классно ну все в таком да как состоянии лухари да конечно но тем не менее здесь все так по-доброму классно вот так вот ребята номера на машине много что значит так сказать земляков увидели сейчас будем знакомиться немножко вам еще покажу здесь получается людей такой домик они здесь все готовят угощение верандочка да все можете посмотреть сами да видите есть да с вам привет говорят вот так вот а кто вот это утка утка вот так вот детки на пирс за 3 не на 3 не провались аккуратно да кайфово тут да дитвора она игралась в озере мы пообщались здесь с хозяином своим чтинским и отправляемся ребята кушать бурятский поза обходи 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 по краю здесь очень грео видишь как так все идем ну пойдем но она вернется не переживай все конечно очень классно видите знакомиться земляками да еще и в установке и ходить но потом выйдет вот пацаны заходят в завоевых тут классно у какой запах красота родиончик аккуратненько вид 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 вообще в эмбические классно вот они вот они поздно ну ничего пусть лежат пусть они пока наслаждаются так все все приятного аппетита скейнка Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, ну как вам этот вид? Мы боялись, это было просто великолепно. Сейчас вас приглашаю уже по округам прогуляться. Пойдемте и будем все смотреть. Кто еще что-то... О, на улице снова тепло. Такой запах. Мы вот уже... Блин, я не знаю, детвора у нас просто все в пруду. И оттуда даже и вылезти не хотят. Артемочка, пошлите, туда пройдемся, погуляем. Настя, побудешь тогда с ними, да? Да. Так, пойдемте, я вам хочу показать немножко территорию. В общем, вот тут такая небольшая парковочка. Но самое удивительное, ребята, что сюда можно, представляете, приехать, разбить палаточку. Мы, скорее всего, все таки сделаем и насладиться бурятской кухней. Да, слушайте, очень и очень здорово. Вот в такой вот атмосфере. Здесь можно, конечно, половить рыбу. Еще нам сказали, что летом здесь, конечно, можно покупаться. Видите, как классно сделано. Вот, сейчас пройдем на ту сторону и там посмотрим. Люди здесь живут. И я вам скажу так, что жить в таком месте, это что-то нереальное. Здесь озеро, оно постоянно наполняется. Там вот, нам сказал хозяин, они открывают крантик. То, что вот вы в начале выпуска видели, то, что шумело. Это вот как раз они открыли крантик сейчас. По краю, по краю, по краю, по краю иди. По краю, здесь прям провалишься иначе. Почему? Ну, греет, после влаги же, сынок. Вот, и спускают в воду, потому что вода постоянно подступает. Мостик. Ребята, ручные утки. Это какое-то просто великолепие. Здесь можно вот приехать просто отдохнуть на один день. Шашлычок. Вот так все выглядит. И очень-очень круто. Аккуратно, Родька. Родька, аккуратно. Артем, выкинь палку, пожалуйста. Да, аккуратно. И, ребяточки, особенно, если вы с краев, с Байкаля, с Бурятии, с Читы. И вот тут те позы, которые действительно правильные и которые, ну, они великолепные. Мы приехали сюда не голодные только после обеда. И, вы знаете, мы заказали просто по одной штучке, да, вы сами все видели. Но сюда обязательно вернемся, закажем много, чтобы как следует отведать. Что касается чая. Мы тоже купили себе чай 50 грамм. Такой пакет у нас получился зеленого. Это местный чай. И мы пообщались и говорят, что вот там, типа, другие плантации, это все, ну, не совсем то. Вот этот чай, вот, хостинский, он самый-самый лучший. То есть, мацесский, это все не то пальто. Паш, смотри, питьевая вода. Я не уверен, Артем, что это питьевая вода. Вот, здесь еще такое место. Здесь, ребята, они облагораживают. Можно сказать, да, они здесь недавно потихонечку, аккуратненько приводят в такой нужный вид, чтобы вы могли сюда приехать и прямо как следует кайфануть. Здесь есть банька. Сейчас хочу с вами пройтись. Вот этот пирс. Да, здесь вот если все окультурить, да, и будет очень классно. Здесь, наверное, домик какой-то они построят. Вот еще беседка, да, банька. Вот такая банька. Похоже, да, на баню-бочку. Ты вот так вот попарился здесь. Да, баня. Покайфовал. Вот так вот выбегаешь, да, и туда прям ши-упс. Слушайте, я не знаю. Здесь, я говорю, да, не лухари, но, но, ребята, это по-настоящему классно. Здесь природно. Здесь вот так вот надувают батут. И здесь, видимо, еще и для детей очень-очень классно. А если бы они здесь протянули какой-то трос, то можно было бы запустить даже вейкбординг. Как думаете, правильно же? Мы сейчас их заберем. А вон они лежат, лежат. Почему? Пройдешь, пройдешь, пойдем. Вот. Здесь течет какая-то горная речка. И вот то, что он горел, оно постоянно пополняется. Вот таким вот макаром. И все сюда, и постоянно вода поднимается. Да. Есть мостик, мы сейчас на ту сторону перейдем. Хозяин, он тоже с щиты, так же, как и мы. Он нам рассказал, что сюда люди прям приезжают надолго, не неделю, с палатками. И тут живут, попадают под ливень. А что, набрал с собой еды. Здесь, в принципе, даже на крайнях что-то подзакончилось. Взял спокойно, доехал тут недалеко. В следующем выпуске я обязательно сниму туда дорогу. Меня она, конечно, бесила. Вот. Сюда не наездишься, ну, по крайней мере, с моим представлением вот этих всех дорог. Но кому-то, наоборот, это заходит, поэтому можно. Вот, смотрите. Еще беседочка. Много всяких зон под шашлык. Слушайте, ну, жарить шашлык и отдыхать в таком месте, это, я не знаю, это дорогого стоит. Ребята, это горы, понимаете? Здесь самшиты кругом. Гляньте, как это великолепно. Вы можете прогуляться в лес, взять здесь, разбить палатку, жарить шашлык. Туда вот хлопс. Классно. Здесь вот они протянули вот такую... Видимо, это подсветка какая-то здесь загорается. Я надеюсь, были снега. Вот он говорит, по поезде здесь было все завалено. Есть волейбольная площадка, да, тоже можно поиграть. Да, здесь сейчас тяжело идти, потому что вот так себе, да, так сказать, погодные условия здесь были. Вот снег только сошел, и то в некоторых местах детки находили эти сугробики и бросали их в пруд. То есть снег еще тут есть местами. Вот, ну, сейчас вот прям будет нормальный дельный сезон. Вот, смотрите, да, в туалет даже есть. Это же здорово. То есть люди заботятся об экологии. В общем, здесь не кошмар. Все очень чисто и очень аккуратно. И, кстати, между прочим, ребята, без запаха. Вот, классно. Ребята следят, это видно по их отношению. Еда вкусная, чай свежайший, посуда чистенькая. Поэтому, ой, на меня ветка чуть не упала. Рекомендуем однозначно это место. Особенно, говорю, кто в теме, что такое бурятские позы. Видите, здесь можно здесь, туда дальше уходить. Вот так вот по всей, по всей, по всему периметру располагаться. А здесь что такое? О, здесь, видите, еще пруда. Здесь вот такая почва, вот прям под ногами. Вот оно все прям. Ой-ой-ой. Опа. Так. Ну все, сейчас пойдем в обратную сторону. Так, давайте я вам еще покажу. Вот тут какие дела. Да, здесь повсюду утки. Ну, уединение, ребята, с природой. Бомбическое. Ну, гляньте. А прикиньте, да, если вы сюда приедете летом, да, на денек, на два. Представьте, да, здесь все вот так вот расцветет. Здесь все будет зелененькое, классненькое. Там вон медовая пасека. Чай свежий, прям с плантации. Бурятские позы. Вау. Какой это кайф, ребята. Здесь есть, наткнулся, да, чуть не наступил. Аккуратно ходите. Такие шишечки. И вот такие вот цветочки. Здесь вот они повсюду. Я просто шел, не смотрел и чуть не наступил. Поэтому я сейчас обойду. Видите, они здесь повсюду, ребят, растут. Так, мы с вами только что там гуляли. Сейчас я решил подняться сюда. Показать, какие здесь. Что здесь находится. Так, ну все так завалено. Но это вообще на самом деле все мелочи, да? Здесь похоже что-то на юрту. Да, интересно, да, как там и что там. И вот они, вот они плантации чайные. Слушайте, вообще великолепно, ребят. Просто великолепно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, ну что, вот такой вот выпуск получился. Как вам? Пишите обратную связь в комментариях. Подписывайтесь на канал. И самое главное, ребята, не забывайте нажимать на колокольчик. Колокольчик это основной момент, который вам поможет не пропускать новые выпуски. Когда вы его нажмете, вам будут приходить уведомления. Хоп, скоро трансляция. Хопс, новый выпуск. Хлопс, новый пост в сообществе. Поэтому колокольчик это обязательно. Ну и, конечно, как всегда, я прошу от вас максимальной поддержки. Делайте репосты. Возможно, кому-то это место настолько сильно зайдет. Любит позы, не может их где найти. А здесь прямо они... Ну и классная рыбалка, купание, палатки. Все в одном месте, ребята. Все, я с вами прощаюсь. До новых выпусков. А в новом выпуске я покажу вам дорогу сюда. Точнее, отсюда к морю. Пока.